Приветствую вас. Начнем, пожалуй, с того, что я просмотрел ваш профиль. Вы задавали до сих пор вопросы только в разделе эзотерики. И, соответственно, вероятно, не знаете специфики именно психологических вопросов, потому что психологические вопросы, вопросы психологам нужно задавать более развернуто, более понятно, более, так сказать, конкретно, ну, в общем, с большим количеством информации, потому что вот то, что вы написали, то, что вы как бы, ну, то, что вы вот дали нам на анализ, этого очень мало, потому что практически ничего не понятно из того, что вы написали. Ну, прочитав другие ваши вопросы, я увидел, что вы развелись с мужем, со своим, вот. Ну, то есть не развелись, а вы вроде как расстались, но в то же время вы как бы не развелись. То есть вы никогда не всегда вместе вы не живете, вот, но и развода, значит, у вас тоже нет. Вот. А самостоятельное решение вы не принимаете. Вот. Самостоятельное решение вы не принимаете. На этот счет. И, пожалуй, что вот это, то, что вы не готовы сами принять решение за себя, то, что вы ждете, что решение за вас примет кто-то другой и является причиной того, почему ребенок вас не слушает. То есть вы не уверены в себе, вы не уверены в том, что там, ну, как правильно поступать. Ну, и ребенок, соответственно, тоже, ребенок, соответственно, тоже перенял у вас вашу неуверенность, которую вы ему транслируете. Я, конечно, понимаю, что вам всего лишь 22 года, да, но вот, может быть, это мало, вот, для того, чтобы принимать решение. Ну, а с другой стороны, вы, несмотря на столь возраст юный, успели и замуж выйти зачем-то, и ребенка завести, как бы, тоже зачем-то, вот. Здесь, я думаю, вам обязательно нужно как-то вот подумать о том, для чего вы делали это все, зачем. Какие у вас были цели, какие у вас были задачи, какие вы следовали идеи и так далее. Это, я полагаю, очень важный момент, потому что ваша собственная личная неопределенность в этом вопросе мешает вашему ребенку чувствовать себя в такой же определенности. И именно потому, что ребенок не чувствует себя с вами в безопасности, он себя так и ведет. Именно по этой причине. Понимаете, да, о чем идет речь? Кроме того, вы говорите, что вам почти три года, вы говорите вам, то есть не ребенку, а вам. Понимаете, какая штука? Обычно, когда родители говорят на нам, имеет место быть слияние с ребенком. То есть в некоторой степени подавление его. Нет свобода ребенку, отсутствие свободы у ребенка. Соответственно, нет границ, нет границ, где я, где ребенок. И из-за этого ребенок чувствует все дозволенности. То есть ему кажется, что можно абсолютно все. Отсюда его такое поведение. Поэтому для начала вам нужно самой обратиться за помощью психологической к любому из наших экспертов, к любому из наших специалистов. Вот. И мы вам поможем увидеть гармонию. Мы вам поможем обрести себя. Вот. Мы вам поможем сделать выбор. И, собственно говоря, понять, почему вы этот выбор сделать не можете. То есть, ну, что мешает, что мешает, что мешает сделать его выбор этому. Вот. И после того, как вы начнете транслировать уверенность в себе, после того, как вы будете проявлять, возможно, больше жесткости, и после того, как вы будете, исходя из этого, давать своему ребенку больше свободы и понимания того, что можно, а что нельзя, я полагаю, что его поведение нормализуется и он станет вас слушать. Кроме того, кроме того, вы не написали, кто это, мальчик или девочка, но в любом случае, кем бы он ни был, мальчиком или девочкой, ему в любом случае нужна мужская фигура, вот, ему в любом случае нужна, как бы, ребенку отцовская фигура, отцовский образ, если можно так вот выразиться. Потому что отец это всегда такое, ну, надежное, защищающее начало для девочки и, соответственно, образец, идеал поведения для мальчика. И если этого нет, у вас, если вот вы не можете этого дать ребенку, то ему, а вы не можете ему это дать, потому что вы мама, и как мама, вы способны только на определенные, ну, духовные, так сказать, ценности для передачи их ребенку, вот, то нужно обязательно мужчина. То есть не особо важно, знаете, не особо важно, какой именно мужчина. То есть пусть это будет ваш отец, пусть это будет ваш дядя, родственник какой-нибудь будет. Не важно. Важно, чтобы это был именно мужчина. Для ребенка, еще раз повторю, это очень важно. Вот. Потому что мама не может научить ребенка порядку. Мама не может научить ребенка тому, чтобы он как бы, ну, следовал каким-то правилам. Потому что мама, это эмоциональная составляющая. Это эмоциональная, духовная составляющая. Вот ваш ребенок может быть хорошо развит. Духовно он хорошо знает о своих желаниях, но при этом, да, на соблюдение правил каких-то, для него остаются проблемы. Нормально ли это, просите вы? Да? Это нормально. Если вы воспитываете ребенка, как бы, ну, сами, если вы воспитываете ребенка без отца, то да, это нормально. Абсолютно. По-другому ребенка воспитывать вы, ну, наверное, не можете сейчас. именно в данном контексте. Для того, чтобы это изменилось во мной, а привести себя в гармонию, да, то есть стать более уверенной в себе. Абсолютно. Иuu... Б... Это мужчина, чтобы был мужчина, ну, ну, в вашей жизни. О-о-о-о-о-о. Сгласитесь, ну, в этом нет ничего такого сложного. Да, конечно, требуется работа, определенная работа над собой, это безусловно, определенная работа над собой нужна, но ради себя и ради ребенка я полагаю, что вы вполне можете с ней справиться. Другое дело, что вы на сайте уже какое-то время, да, много я смотрел, вы задавали вопросов, вот, значит, много достаточно вы задавали вопросов на сайте, вот, но еще не имели платных консультаций, да, то есть, приватных консультаций вы не имели. Вот это, конечно, не есть хорошо, потому что, ну, вместо, как бы, погадать на эзотериков, это здорово, но проблему решать в себе нужно в первую очередь. У вас распал за брак. Вы по-прежнему находитесь в подвешенном состоянии, потому что непонятно, что с мужем. Сами выбор твой, относительно своей дальнейшей жизни, вы сделать не можете. Обновитесь, надеетесь на что-то и так далее. И все это, все это, вот, можете себе представить, да, все это транслируется ребенку вашему вопросу. Ну, можете представить, каково ему, вот, каково ребенку. Он ведь себя в безопасности не ощущает, да, и из-за этого от вас убегает. Не видит он, не видит он вас авторитетом. Как таково. Вот над авторитетностью, для ребенка хотя бы, вам и нужно работать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok